Здравствуйте! Это канал Максимазы, и сегодня я предлагаю взглянуть вместе с вами на то, как выглядела самая первая наработка, эскизы трёхмерные по Hello Neighbor, которые были созданы ещё в 2014 году, то есть 10 лет назад. Видимо, с этого года и делают Hello Neighbor, а видимо, даже и раньше. Делали, видимо. Делали, точнее. Эта версия называется Playable Dev Game, и её показывал Никита Калистиков, один из разработчиков игры, из Dynamic Pixels, которая уже выкупила Tiny Build и переименовала её. И, собственно говоря, эта версия представляла из себя просто белые текстуры, в которых есть ещё красный цвет, может быть, ну и вот там какие-то другие ещё есть. И там задачей было украсть красный губик из дома соседа. Эта версия не была публично доступна, естественно, но благодаря нашим пиратам, которые умеют делать ремейки всякие, такие версии смогли реализовать, и я нашёл целых две такие версии. И мы глянем на обе. Есть среди модов на Hello Neighbor даже, который в ModKitty, я видел цветную, так сказать, версию такого дома из DevGam. Но я не могу запустить, я пробовал, у меня даже не запускается в ModKitty почему-то. У меня вообще ModKitty паршива работает, и переустановка что-то даже не спасла. Я не понимаю, в чём проблема, может, у меня компьютер слишком слабый для неё, не знаю. Или что-то ещё и понятия не имею, но это с GameJolta у меня игры. Давайте сначала первую версию взглянем, нажимаем Space. Видео будет недлинным, потому что, я так полагаю, показывают нам чертёж на втором этаже. Куб, я так смотрю. Так, во-первых, какие-то какашки на подоконнике. И спальня. Ну, и, короче, белый и красный цвет я вижу. Ну, ещё голубое это небо. А ещё, а, ещё руки были телесного цвета. Нормального, то есть цветные руки. Телевизор, но он, правда, я так вижу, не работает. Ой! Это что сейчас было? Я что-то нифига не понял. Ну, давайте, в общем, выйдем. Двери, звуки из Альфа-1 в кровати дверей. Открывание дверей имел я в виду. Давайте посмотрим, что у нас в этом доме. Звуки из, как бы, из Альфа всех. Но здесь всё не цветное. Сосед там такой красный был. И гараж. Гаражик. И чё-то кнопка не жмётся. Включился телевизор всё-таки. Так, что у нас тут? Косилка. У которой колёски, правда, проваливаются. Ой, 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 ой. Ладно, нас сосед поймал. Заново начинаем. Сосед, кстати, действительно, в той версии он был чуть-чуть потолще. Чем финальной версии оказался. Но всё равно его внешность была практически такой же. Только он был полностью красный. Не цветной. Здесь у нас... Давайте ещё раз. Я так понимаю, надо включить газонокосилку. И машина эта отвлечёт его, наверное. Ну-ка, давайте проверим. У него даже никаких анимаций не было у этого соседа. Так, а куп на втором этаже вообще, говорите, был, да? Не здесь. И не здесь. И не здесь. А, закрыл дверь. Это он сейчас. Понятно. Только вот для чего... А, вот, подождите. Вот, куб. Гол. Сбегите через гараж. И доставьте куб домой. Ой-ой. Что же делать? А почему... А он бегать-то не может, я смотрю, кстати, что-то. Где гараж? Где гараж? Где гараж? Вот он, гараж. И он открылся причём. А я нажимаю, кстати, shift, он останавливается. Он не может бегать. Выполнено, нажмите, удерживайте space, чтобы вернулся в меню. Так, ну вот, собственно, первую версию мы посмотрели. Давайте взглянем на вторую. Дорогие друзья, хочу обратить ваше внимание на канал Freakism Action. Этот канал моих друзей. Я уже делал на него рекламу и говорил, что здесь выходило интервью канала Максимадзе. Большое интервью. Также здесь, если вам интересно, выходило не менее интересное интервью с моим напарником Лёхой из канала Чеха, что-то врачу. Тут есть ещё всякие видосы. И четыре недели назад тут вышел новый ролик с моим участием. Ролик постановочный, конечно, странный, но тем не менее. Рекомендую, переходите и подписывайтесь. Итак, продолжаем. Это у нас вторая игра. Но здесь какой-то другой дом у главного героя совершенно. В котором четыре двери и все они ведут на выход. Да, вот так дом. Бинокль. Дизайн бинокля тот же, что и в оригинальной игре. Ну, с реалистичным стилем рисовки, правда, со старым, который был в первых альфах. Но он не цветной также, как и все остальное. Мусорные баки, кстати, их можно брать. А можно летать на них? Ну-ка, давайте проверим. Блин, он высоко вас слишком. Я не могу в него залезть. Может, с забора смогу запрыгнуть. Он на забор не залезает. А вот залез все-таки. Не, не взлетает. Что-то какой-то быстрый он, по-моему. Вам так не показалось? Вот тут даже ездят машины. Здесь уже можно бегать. Да, такая музыка действительно была в этой версии. Ой-ой-ой. Можно... О, господи, я не думал, что он ближе подойдет. Можно рассмотреть пузо, да. Уже выглядел я его. Я полагаю, здесь никаких входов других тоже не будет. А вот и куб. И я полагаю, его... У него немножко другая текстура. И я полагаю, нам так же надо в гараж. А вот и гараж. Как его открыть? Он закрылся. Обратно. Он закрывается обратно. А как я выйду? Там сосед. Он меня поймает. Он очень быстрый в этой версии. Откройте мне гараж. Пэнкс форплей. Такие вот две версии. Они действительно маленькие, как и, собственно, оригинальчик. Вот это вот Дэв Гэма. А с каких таких пор? Я же прошел игру. Ну шо ж. С модами, которые в мод Ките, я буду... Вот меня спрашивали много. Че? Выпуски по ним не уходят. Если что-то интересное буду находить, буду снимать. Но вот с мод Китом все паршивенько. Если вот только разве что со Стима. Но там мало прикольных модов уже осталось. Большую часть из них я уже снял. Будем надеяться, что он сдался. Тот же будет радовать нас новыми проектами. И... Фан-игрка из GameJol конечно же обязательно будут. Ну а на сегодня все с вас. Все со сменой печные видосы, которые я стараюсь по возможности делать. И... Подписывайтесь на группу ВКонтакте, на Дзен желательно тоже. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok